Если вы покупаете в интернете, пользуйтесь кэшбэк, возвращайте часть денег со своих покупок. Рекомендую. Все подробности в описании к данному видео. Приветствую всех, с вами я Андрей Ковтун и я рад вас видеть на нашем канале Андро Ньюз, рубрика видео обзоры. Сегодня я хочу вам рассказать о новинке от производителя Blackview под названием A8. Этот смартфон бюджетный, его стоимость составляет около 50 долларов и он является конкурентом, уже известным гаджетом, таким как VK World, VK700X и DOOGEE X5. Я считаю, что это самый интересный смартфон на своем сегменте, но можно сюда еще отнести HOMETON HT3. И вот, производитель Blackview выпускает своего игрока, который также входит в этот сегмент. И интересное заключается в том, что его каркас выполнен из металла. Да и в принципе, качество сборки его, конечно же, на высшем уровне. Это я уже вам говорил в распаковке. Но что находится внутри? Именно об этом я вам расскажу в данном обзоре. Поехали! Как всегда, мы начнем наше детальное знакомство с рассмотрения комплектации. Весь комплект поставки находится в вот такой картонной упаковке от производителя. Внутри вы обнаружите сам смартфон, кожаный чехол-книжка, USB-кабель, зарядное устройство с силой тока 700 мА и гарнитура. Защитная пленка уже наклеена на лицевую панель смартфона. Вам нужно снять только лишь верхний слой. Лицевая панель гаджета выполнена из стекла. К нему применена технология 2.5D. Торцы закруглены. В нижней части лицевой панели обосновались три сенсорные кнопки без подсветки. В верхней части разговорный динамик, камера и датчик приближения. Датчик света и индикатор событий в этом смартфоне отсутствует. Каркас новинки выполнен из металла. На правой боковой стороне мы видим кнопку питания и кнопку регулировки громкости. Их сборка отличная, они не болтаются, нажимаются туго. Левая боковая сторона пустая. На нижнем торце мы видим только лишь микрофон. На верхнем стандартный джек 3.5 мм для гарнитуры и микро-USB порт. Задняя крышка девайса выполнена из пластика. В верхней части обосновались и глазок камеры с односекционной светодиодной вспышкой. Чуть ниже логотип производителя. В самом низу сетка, под которой спрятан внешний динамик. Задняя панель съемная. Посмотрим, что находится под ней. Под ней расположились съемный аккумулятор с заявленной емкостью от производителя 2050 мАч. Два слота для сим-карт формата микро. Имеется поддержка 3G сетей. И слот для расширения памяти с помощью карты microSD. Вес смартфона составляет 160 грамм. Толщина корпуса чуть более 9 мм. Начнем мы наше знакомство с рассмотрения дисплея. Его диагональ составляет 5 дюймов. Матрица IPS. Разрешение HD. Воздушный слой между тачем и дисплеем присутствует. Мульти-тач тест показывает две точки. Углы обзора, несмотря на наличие матрицы IPS, не здоровские. Это обосновывается наличием воздушного слоя между тачем и дисплеем. Далее мы перейдем к рассмотрению интерфейса. Новинка работает под управлением операционной системы Android версия 5.1. Предустановлена оболочка от производителя. Есть возможность менять темы рабочего стола. Три сенсорные кнопки выполняют стандартные действия. Вызов меню, назад и домой. Длительным зажатием на любом пустом месте рабочего стола вы также вызываете меню. С помощью него вы сможете изменить виджеты, управлять рабочими столами и так далее. Олеофобное покрытие на таче низкокачественное. Палец скользит по поверхности с запинками. Хочу обратить ваше внимание на поддержку функции OTA. Ко мне уже прилетело одно обновление чуть более 18 мегабайт. И я успешно обновился. Из интересного в настройках могу выделить только лишь наличие различных смарт-функций. Из них могу отметить пробуждение двойным тапом и вызов ранее заданной функции ранее заданным узором. Для передачи данных на другое устройство вы сможете воспользоваться только лишь Bluetooth. Ну что же, теперь перейдем к тестированию железа. Сначала мы как всегда запустим бенчмарк Antutu. За работу смартфона отвечает 4-х ядерный процессор MTK6580. Количество оперативной памяти новинки составляет 1 гигабайт. Постоянные 8. Из них свободны для пользователя около 5. Максимальная тактовая частота каждого ядра процессора составляет 1,3 ГГц. После теста в данном бенчмарке смартфон набрал около 25 тысяч баллов. Касательно встроенных сенсоров на борту смартфона имеется акселерометр и датчик приближения. В Geekbench в многоядерном тесте девайс набрал более 1 тысячи баллов. В 3D марке в экстрим тесте около 2 тысяч баллов. Далее мы протестируем как устройство справляется с игрой Asphalt 8. Выбираем игру по сети и поехали. Удивительно, но даже на низких настройках изображения игра подлагивает. Видимо это связано с ПО. После 20 минут игры смартфон нагревается. Но весомого дискомфорта это не доставляет. Далее перейдем к тесту GPS навигации. После холодного старта с подключением к сети интернет, который длился около 4 минут, смартфон все-таки подключился к спутникам GPS. Но как вы видите сигнал слабый. После холодного старта без подключения к сети интернет, девайс отконектился от спутников и больше к ним не подключился. Ждал я этого момента около 5 минут. Поэтому для тех, кто рассчитывает на стабильную работу GPS навигации, остыньте. Ребят, честно сказать, я удивился, когда я запустил игру Asphalt 8 и мне был предоставлен выбор. Выбрать либо низкие настройки изображения, либо самые низкие настройки изображения. Я знаю, что в гаджетах, за работу которых отвечает процессор MTK6580, можно играть в эту игру на максималке. Да, будет не совсем комфортно, но если выбрать середние настройки, данная игра будет игре вообще без каких-либо проблем. Здесь же с этим вопросом возникли проблемы. Но это одна сторона медали. Когда я начал играть в игру на низких настройках, и игра тормозила, вот это вот меня уже повергло в шок. С чем это связано? Скорее всего с ПО. Но факт остается фактом. Ну да ладно, никто не позиционировал этот смартфон как игровой. Просто как-то неожиданно. Двигаемся дальше. А дальше я вам расскажу детально о основной камере и о фронтальной. Поехали. По заявлениям производителя, основная камера получила модуль на 8 Мп, фронтальная на 2. Интерфейс камеры вполне стандартный. Присутствует режим панорамной съемки, красивое лицо. Есть возможность сделать снимок с помощью жеста. Активировать режим съемки HDR. Кномка громкости служит в роли кнопки спуска затвора. Ее функционал вы сможете задать в настройках камеры. Максимальный размер фото программно равен 13 Мп. Реальная восьмерка. Максимальное разрешение записи видео Full HD. Автофокуса при записи видео нет. При фотосъемке есть. Касательно фронтальной камеры, здесь присутствует режим Beauty. Максимальный размер фото равен 2 Мп. Ничего особенного от нее конечно же ожидать не стоит. Смотрим на примеры фото и видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы с вами будем тестировать электронную стабилизацию и чувствительность микрофона. Вот я иду. Вот свое впечатление по поводу увиденного вы сможете оставить в комментариях под этим видео. Теперь все то же самое, только без электронной стабилизации. На мой взгляд особо разницы нет. Долго говорить о камерах девайса не придется. Ведь это бюджетник и модули сюда установили соответствующие. Касательно качества фотографий в целом, я считаю, что они вполне неплохие. Опять-таки, если учитывать ценник в 50 баксов. Далее у нас по курсу знакомство с автономностью работы. Напомню, что аккумулятор в данном смартфоне съемный. Составляет 2050 мАч. В тесте аккумулятора Antutu Battery Test с разрядом на 80%. Смартфон набрал чуть более 4000 баллов. И это печально, но ожидаемо. Потому что даже заявленная емкость действительно малая. Приблизительную емкость аккумулятора я тестировал с помощью USB тестера. И он показал емкость чуть более чем 2050 мАч. То есть, производитель с реальной емкостью на мне соврал. Ребята, я уже сейчас могу сказать, что именно автономность работы погубит данный смартфон. Потому что при максимальной нагрузке, то есть у нас максимальная яркость установлена, включен Wi-Fi, игра Asphalt 8, смартфон работает чуть более 2 часов. 2 часа 5 минут. То есть, в общем, автономность работы этого устройства просто печальная. То есть, подведем итоги. Для тех, кто будет пользоваться этим гаджетом только лишь для осуществления звонков, но, возможно, минимум серфинга интернета, возможно, на день автономности работы будет хватать. Но тем, кто захочет поиграть во что-то, вам нужно будет однозначно с собой носить пауэрбанку. Вот так вот. Далее мы поговорим о звуке. И для начала мы протестируем громкость из внешнего динамика. Ребят, скажу так, что максимальная громкость из внешнего динамика в этом смартфоне просто шикарная. Да, звук не самый чистый, когда мы устанавливаем максимальную громкость. Советую устанавливать приблизительно на 80%. Но, тем не менее, в общем, динамик здесь отличный. Как для бюджетника, это уж точно. Далее мы поговорим о звуке в наушниках. Как всегда, я установил трек формата Flux с большим битрейдом. И что я вам могу сказать? Что звучание в наушниках с помощью данного смартфона не лучше, нежели у того же Doogie X5 и Viki World, Viki 700X. То есть, для того, чтобы посмотреть фильмы онлайн, для того, чтобы прослушать радио, возможно, этого качества и хватит. Но если вы любите слушать музыку в отличном качестве, то этот девайс однозначно вам не подойдет. Ну и, как всегда, под конец обзора я вам расскажу, можно ли использовать этот смартфон в качестве мобильного телефона. Я с ним ходил один день, признаюсь, на больше мне не хватило. В общем, внешний динамик, в принципе, нормальный. Меня собеседник слышал нормально. Я также слышал собеседника нормально. Что касается качества приема. То есть, мой основной смартфон это Xiaomi Redmi 3. Кстати, недолго, скоро я куплю себе Mi 5. В обозреваемом смартфоне всегда на одно деление связь была ниже, нежели в моем Redmi 3. В целом, неплохо, но не идеально. В общем, пользоваться этой штуковиной как мобильным телефоном все же можно. Но ничего сверхъестественного в плане связи не ждите. Вот и подошло время подведения итогов. Как всегда, я начну с рассмотрения плюсов. Первым и однозначным плюсом этого смартфона является дизайн, используемый материал и качество сборки. То есть, если бы я не включал эту штуковину, мне сказали бы, что он стоит баксов 120. В общем, что за его работу отвечает процессор, ну, хотя бы 53. Вот, я бы поверил. То есть, в общем, выглядит он как минимум солидно. Вторым плюсом является максимальная громкость из внешнего динамика. Он шикарен. То есть, те, кто прослушивает музыку с помощью своих мобильных телефонов, однозначно будете довольны. Первым и однозначным минусом Blackview A8 является автономность работы. Я знал, что она меня порадует, но что настолько расстроит, я не ожидал. Второй минус – отсутствие индикатора событий. Теперь я отвечу на вопрос, стоит или не стоит покупать этот аппарат? Ребят, однозначный ответ я дать, конечно же, не могу. Потому что некоторые люди вообще не играют на своих смартфонах. То есть, они просто звонят и так далее. Возможно, вот этой автономности работы таким людям хватит. Но мне бы точно не хватило. Потому что я все время пользуюсь интернетом с помощью Wi-Fi, все время пользуюсь 2G-интернетом. Я знаю, что вот такой вот режим использования будет убивать аккумулятор приблизительно за полдня. То есть, если забить на вопрос с автономностью работы, данный гаджет действительно классный. Но сможете ли вы это сделать, это уже вопрос. Все, у кого есть, что добавить, либо вы со мной где-то не согласны, пишите об этом в комментариях. Где купить новинку по актуальной цене, я укажу в описании и в комментариях под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк. Возвращайте часть денег со своих покупок. И прошу вас, ставьте лайки, если те, кому понравился этот обзор, ну и те, кому понравился этот смартфон, да и те, кому не понравился этот смартфон. Короче, ставьте лайки, ребята. Если вы еще не с нами, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте undernews.com. Ну а с вами был я, Андрей Ковтун, специально для Андро Ньюс. Да пребудет с вами Андроид! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...